Спарринг-партнер это очень важный элемент вашей тренировки. Естественно, для того, чтобы выполнять упражнения со спарринг-партнером, спарринг-партнер должен знать, как выполнять это упражнение. А вы, прежде всего, должны знать, как контролировать спарринг-партнера, чтобы он же вас не покалечил. На сегодняшний день покажу вам технику выполнения упражнений для типичного крюка. То есть, имеем спарринг-партнера, который будет выполнять упражнения, то есть, мы будем выполнять упражнения, а он будет нас напрягать в тех углах, которые необходимы для техники крюка. Итак, начнем от выполнения упражнения на бицепс. Спарринг-партнер устанавливает свою руку в крюк. Мы находим положение на подушке таким образом, что плечевая кость находится перменикулярно до столу, а бицепс, рабочий угол между предплечем и плечом, где-то приблизительно на 85-80 градусов. Спортсмен нажимает нашу руку перпендикулярно до столу. То есть, то, что мы выполняем на гантели, он тоже самое выполняет вот таким образом. То есть, практически он использует силу трицепса. То же самое, но мы подключаем еще связки локтя и вставляем плечо. То есть, выполняем то же самое упражнение вниз, но при этом подключаем связки локтя. Уже гораздо тяжелее спарринг-партнеру выполнять это упражнение. А мы, естественно, до разминки бицепса еще подключаем и связки локтя. Обратите внимание, что в этом упражнении, когда мы заставляемся еще связками локтя, спарринг-партнер выполняет только исключительно те движения и выполняет ту задачу, которую вы перед ним поставили. Он не может выполнять движения вот в этом направлении. То есть, фронтальное направление здесь неуместно. Если он вас не послушает, почувствует, что вы имеете намного больше видимо сил и начинает вас душить в этом направлении, я вам гарантирую, что ваши связки сразу же полетят. В лучшем случае, в хуже случае, можете намного себе больше травмировать. В моменте, когда спарринг-партнер выполняет это упражнение, у него не хватает сил, он может себе помочь всегда второй рукой, но при этом помните, вы ему даете установку, он нажимает вашу руку перпендикулярно столу. Вот это место. Эти два упражнения очень важны для крюка, очень важным элементом являются для крюка, и они в выполнении вместе с спарринг-партнером дают совершенно качественный эффект тренировки для вашей руки. Но в элементах крюка, упражнения, которые необходимы для крюка, нет не только упражнения в позиции проигрышной, но еще и в позиции выигрышной. Но к этому я вернусь за момент. Сейчас мы покажем, как выполняется упражнение, тот же самый, тот же самая позиция, но спортсмен вашу руку натягивает на себя. Вот таким образом. То есть вам нужно еще будет и продержать его кистью. А в этом упражнении, естественно, срабатывают мышцы груди и, естественно, спины, которые контролируют движение вашего локтя. Если же ваш локоть будет отходить вот таким образом, значит, понятное дело, у вас слабая мысль спины, вам нужно дополнительно добавлять упражнения на спину, для того, чтобы укрепить и придерживать атаку соперника только вот таким образом. В проигрышной позиции качаем кисть. То есть спортсмен выполняет упражнения как бы наверх, а вы при этом качаете свою кисть. Если спортсмен не хватает сил для того, чтобы раскрыть вашу кисть, он своими пальцами под мизинный палец. При этом не дотрагивает ваши пальцы. Это очень важно. Начинает разгибать вашу ладонь. Тем самым тренируете вы кисть. Если вы накроете пальцы на мои пальцы под тренировку, у меня будет дискомфортная ситуация. Я не буду чувствовать своих пальцев так, как они работают во время самой борьбы. Поэтому очень важно, чтобы предплечьем не дотрагиваться до пальцев. Все упражнения выполнили проигрышной позиции. А теперь остается нам выполнить те же самые упражнения в позиции выигрышной. То есть, если в этом моменте спортсмена рука, угол рабочий слабее от вашего, он должен помочь себе второй рукой. теперь он должен попускать вас, а не я. То есть, вы прижимаете грудью, связкой, удерживаете кисть и тянете бицепсом на себя. По ходу дела хочу выяснить вам, что каждое из этих упражнений нужно выполнять около приблизительно в 5-6 подходах по 6-7-8 раз. Ну, не больше. При этом чистота выполнения упражнений не должна быть меньше, чем 5 секунд. То есть, если вы выполняете это упражнение, вы сами для себя должны просчитать так. Раз, два, три, четыре, пять. Понимаете? То есть, не старайтесь это делать движения быстрыми. Это не упражнение на быстроту. Это упражнение не на реакцию. Это упражнение заменитель железа, которое вам необходимо для того, чтобы вашу руку освоить с рукой соперника. Теперь тренируем кисть в выигрышной позиции. То есть, спортсмен старается вывернуть вам эту кисть, а вы пальцами придерживаете его. При этом в раскрытом положении старайтесь свой локоть выдвинуть немножко вперед, а когда вы забираете кисть спортсмена, спортсмена, оттягиваете его на себя. Тем самым помогаете плечами и в постоянном режиме, в стабильном режиме держите мышцы груди, стабилизируете мышцы груди, которые не позволяют уйти вашему локку в бок. это только несколькие упражнения, которые я показал со спорным партнером в технике борьбы крюком. в следующих наших фильмах будем показывать более тщательную, подробную технике выполнения упражнения спорным партнером кап на крюк, так само вверхом, вбок, в трицепс, техники толчком вперед, ну и многое другое. на живыми комплярут с и шахер ему 好 и обрат он